Горячие темы, жаркие споры в лайв-студии на Думской ТВ каждый четверг в 8 вечера. В этот раз мы обсуждаем. Новая программа одесских общественников «Идеальный список». Способ качественно изменить власть или попытка продвигать своих. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите лайв-студию. Как всегда, по четвергам в 8 вечера мы в прямом эфире. И, как обычно, мы обсуждаем актуальные темы для нашего города, для нашей страны. В этот раз мы обсуждаем «Идеальный список». В понедельник, в этот понедельник, стартовал новый проект наших одесских общественников, который так и называется «Идеальный список». Его цель – найти идеальных депутатов. По своей сути, конечно, проект многообещающий. И довольно позитивно к нему, я думаю, что практически все относятся. Однако есть и «но». Вот какие «но» мы будем сегодня обсуждать в нашем эфире. Без критики никуда. Мы проводим интерактивный опрос и сразу же задаем опрос нашим одесситам. Нужны ли нам новые депутаты? Вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас будут предложены на экранах. У вас есть три варианта ответа. Итак, нужны ли одесситам новые депутаты? «Да, это новая кровь». Нет, обойдемся. И что делать со старыми? Нам интересно, что вы думаете на этот счет, поэтому звоните нам и голосуйте. Кроме того, мы, так как мы работаем в прямом эфире, у нас есть телефон, по которому вы можете нам звонить, задавать вопросы нашим гостям. У нас телефон эфира 4293-23 в течение всего эфира, который у нас состоит, как всегда, из двух частей, из двух пар гостей. Первая пара – Александр Доброяр, директор Европейского института социальных коммуникаций. Он же консультант этого проекта «Идеальный список». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. И Виталий Хеми, журналист, редактор, мой коллега, телеканал «Академия» представляет. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Александр. Сейчас я предлагаю немного отвлечься от темы и посмотреть сегодняшнее заседание исполкома. Буквально 56 секунд выступления, по моему мнению, как раз идеального депутата Георгия Селянина. Правоохранительная система из потерпевшего пыталась сделать меня обвиняемым. Как же? Делалось. До сих пор, Геннадий Леонидович, вы знаете, что арестовала моего слона. Я серьезно говорю. У меня был розовый плюшевый слон такой, Жора, понимаете. Мне его подарили на день рождения. Правоохранительная система увидела в этом слоне преступника. Она посчитала, что мой слон подложил мне гранат. Это все ей задокументировано. Но граната была признана потерпевшим. Девять месяцев бронежаления. Вот это результат, вы говорите, что делали? Борьбы за Воронцовский дворец. Чтобы он остался детям, а не ушел под летнюю резиденцию президента Кучмы. Интересы которого обслуживала тогда городская власть. Как же не делалось? Делалось? Спасибо. Давайте вернемся в рабочее русло. Голосуем второй пункт вопроса. Так, только что мы видели выступление одного из депутатов городского совета, который, к сожалению, остался без розового слоника. Мы очень сочувствуем ему и продолжаем обсуждать нашу тему. Чувство юмора – это необходимое качество для депутата. Вы будете ставить такой критерий в своем идеальном списке при поиске кандидатур? Чувство юмора, я думаю, что это очень важное человеческое качество. Оно по определению важно для каждого человека. Не только для депутата, для парикмахера, для шахтера, для водителя маршрутки. Мы будем ставить критериями профессионализм депутатов. Как вы будете находить этих депутатов? Поясните нам. Видите ли, дело в том, что мне бы хотелось несколько слов сказать, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело. Когда-то, когда я был маленьким, у нас дома был телефон с блокиратором. И многие телезрители, наверное, не помнят, что это такое, или не знают, молодые наши телезрители. И тогда же я читал фантастические романы о том, что будет телефон, по которому мы сможем видеть собеседника. Тогда казалось, это иллюзией полной и абсурдом. Ну как же здесь мы крутим и видим? Но технологии развивались таким образом, что сегодня у нас есть скайп и другие средства коммуникации. И мы видим наших собеседников, можем вести онлайн-конференции, связываться с людьми за океаном. И у нас нет таких препятствий. Идеальный список, то есть что поменялось? Все равно есть связь, но поменялась технология. Что такое идеальный список? Идеальный список — это новая технология. Потому что есть технологии, связанные с коммуникациями, с организацией. Но я понимаю, что вы имеете в виду технологии выбора самих кандидатов. Расскажите тогда для начала о старой. Прежде чем говорить о новом, давайте поговорим о старой технологии. Что в ней не устраивает конкретно вас? Старые технологии построены таким образом, то есть они задают определенные правила игры. Все время либо формируются списки. То есть что происходит в старых технологиях? Либо идет какая-то политическая сила, под нее формируются люди, приходят и входят в эти списки. Либо это какие-то конкретные лица. Ведь у нас, посмотрите, блок Юлия Тимошенко, блок Петра Порошенко. У нас есть некие лица, люди. Мы хотим положить в основу совершенно другой принцип. Принципы профессионализма, порядочности. И та система, которую мы пытаемся создать, которая не контролируется никем, а сама регулируется. Как нам кажется, позволит создать именно такой новый список людей, которые обладают человеческими и профессиональными качествами, необходимыми для депутатов Одесского городского совета. такими, которые смогут изменить ситуацию в городе. Поясните, где все это будет происходить. То есть есть какой-то офис, где вы приглашаете, ожидаете, что туда придут люди, которые считают, что они могут стать депутатом. Вот сама технология пока что мне непонятна. Сама технология проста. Да, то есть сейчас завершается процесс формирования так называемых консультантов, процесс проекта. Это те люди, которые не идут в депутаты, а те, которые являются неким таким сообществом, которое инвестирует свой кредит. То есть за каждым из консультантов есть определенная система голосования внутри сообщества. Каждый консультант – это человек, который инвестирует свой социальный капитал. То есть за ним стоят определенные люди. К нему есть определенное доверие. И позднее эта группа будет выдвигать людей, которые, по нашему мнению, являются достойными кандидатами. Через несколько дней будет объявлено публичное обсуждение этого проекта. Будет большое мероприятие, где это будет возможно. Нас также можно найти на сайте нового списка New List.all.ua и там ознакомиться с самим проектом. Сразу вопрос об объективности. То есть вы говорите, что за каждым кандидатом стоит консультант, которому, по идее, люди уже доверяют, или это уже лицо достаточно известное. То есть как можно говорить об объективности, если получается, что, значит, фактически люди будут выбирать не кандидата, которого предлагают, а вот того, грубо говоря, общественника, консультанта, который стоит за лицом, за спиной. Нет, за кандидатом не стоит никакой консультант. Есть консультанты, это некое сообщество, в котором… Вы говорили, что как раз стоит. Нет, консультанты – это некое сообщество, в котором люди рекомендуют… Ну вот, я, например, консультант, да. Ну да, говорите лучше о себе, но что так вот лучше, мне понятно. Я консультант. Кто-то меня предложил, да, кто-то внутри этого сообщества проголосовали и сказали, окей, мы доверяем этому человеку и доверяем тем людям, которые он приведет. Доверяет кто еще раз? Когда… Ну, некая группа, да, когда начинался сам проект. Ну, начинался там с нескольких людей, у которых возникла эта идея. Они сказали, давайте будем предлагать людей, да. Ну, в том… Таким образом оказался я. Я могу предложить того, кто считаю я достоин, так же, как и каждый коллега из этого списка консультантов. И затем все мы консультанты, а мы люди из разных кругов, из разных… Которые по-разному смотрят на события в городе и в стране. Путем определенного голосования, да, как бы выставляют баллы плюс или минус тому или иному человеку. Доверяю я ему или не доверяю. И мой голос, как и голоса других людей, является равноправным в том смысле, что мы выбираем группу консультантов. Консультанты потом будут выдвигать или рекомендовать тех или иных людей, которые, как нам кажется, являются достойными для того, чтобы занять место на Домской площади в сессионном зале. Но это не значит, что за кандидатом стоит консультант, да. То есть есть некое, как бы, сообщество. Назовите его экспертным сообществом, можно так назвать. Виталий, давайте слово предоставим вам. Скажи, пожалуйста, вот что ты думаешь по поводу этого идеального списка? Мы уже небольшую предысторию услышали. Твое мнение? На самом деле, мне кажется, эта история создания списка людей, которые будут родиться на благо Одессы, она не нова. Нечто похожее, я хотел бы нашим телезрителям и вам напомнить, нечто похожее задумывалось год назад, прошлой весной на одном из одесских каналов стартовал проект «Отдел кадров». Этот проект вел ныне помощник городского головы Сергей Дубенко. И Сергей при помощи этого телевизионного проекта хотел набрать в городской совет, ну, правда, не в сессионный зал, а в различные управления, департаменты. Но на самом деле я не вижу здесь принципиальной разницы, потому что люди стараются работать, чтобы город был лучше, город был интереснее, красивее в конце концов. Сергей Дубенко объявил набор, труба раз прозвучала, труба два прозвучала. Помните, как у группы «Сплин» была песня «Через время появятся новые люди». Новые люди не приходили, и за два месяца проекта «Отдел кадров» через этот отдел прошло пять человек. То есть сделать новых людей не получилось? То есть реально была задача, была такая заманчивая перспектива, вы же хотите что-то менять. Прошел месяц после революции достоинства, но на самом деле людей, которые что-то хотели изменить и рассказать о своей программе, а 25 минут эфира – это все-таки начальная, стартовая, очень неплохая площадка. Один из них был Петр Обухов, который все-таки трудится, правда, в областном свете. Еще один был человек, я не буду называть его фамилию, он предлагал свою кандидатуру в управление экономического развития, городского совета. Через некоторое время с этим человеком произошел грандиозный скандал, не знаю по какой причине, но он был причастен к тому, что наши волонтеры в Соне-Атоне дополучили сотни тысяч гривен. Вот такой вот мог быть управленец в нашем экономическом развитии. Ну вот в конечном итоге, мы видим сейчас, спустя год, в чем-то, может быть, действительно похоже этот идеальный список. Не похоже. Я хочу возразить. Давайте так, в чем не похож? Знаете, это такой перенос. Вот у вас такой проект, может, нечто такое видели, и вот человек облажался за то, и вот здесь у нас опять новый список. Это манипулятивная технология. Так нельзя говорить. Во-первых, это был проект Дубенко, это проект одного человека. Для того, чтобы избежать субъективизма, ну, определенный субъективизм всегда есть в нашей жизни, да, но для того, чтобы эта система могла настраивать сама себя, есть различное количество консультантов, и я хотел бы обратиться к нашим телезрителям. Этот список открытый, если они считают, что есть возможным, есть люди, которые достойны войти в эти консультанты, пусть выдвигают этих консультантов. Этим этот список, отличается в первую очередь этим, этот список. Кроме того, это не только список депутатов городского совета, я благодарю, что вы об этом сказали, да, вы сказали об управлениях, потому что на самом деле сегодня существует, устав города дает возможность влиять на то, что происходит в сессионном зале, не являясь депутатом городского совета. Например, для того, чтобы какую-то инициативу вынести на обсуждение, да, достаточно собрать 5000 подписей. Люди, которые вошли, инициировали, которые предлагают другим входить в этот проект, да, идеальный список, это люди, как я сказал, с определенным социальным капиталом, для которых собрать 5000 подписей, 5000 подписей, это не проблема. Таким образом, не обязательно находиться внутри сессионного зала для того, чтобы можно работать через других депутатов, то есть есть разные механизмы. Кто эти люди? Это люди общественники, это люди мира культуры, это люди из сферы бизнеса, это... Поименно, если можно. Поименно. Самые такие для нас... Это Анатолий Бойко, это Виталий Оплачко, это Болис Херсонский, это Юрий Кузнецов, это люди известные в городе, это некоторые участники различных, там, Юрий Никитин, которые защищали одесские склоны, то есть это люди из абсолютно различных сфер, да, и кругов, как говорят у нас в Одессе. Давайте сейчас у нас на связи есть по скайпу Дмитрий Калашников, адвокат, он же юрист, и у нас к нему есть вопрос. Дмитрий, здравствуйте вам, слышите ли вы меня? Добрый вечер. Дмитрий, добрый вечер. У меня такой вопрос. Идеальный список, тот проект, который сейчас предлагают общественники, каким образом он вообще может быть реализован в рамках нашего нынешнего законодательства Украины? Ну, как бы по закону, в принципе, не запрещено проводить такую деятельность. То, что, как говорится, не запрещено законом, значит, это разрешено. Да, у нас существует четкий порядок организации проведения выборов в местные областные советы депутатов основной республики Крым, согласно действующего закона. Там прописан четкий порядок, как регистрироваться депутаты, какие требования к ним, да. В принципе, как-то такова идея неплохая, да, но если бы она действительно будет реализована, как люди задумали. Зачастую, вот на примере того, что у нас, уже я наблюдаю порядка 15 лет, депутатов одних и тех же лиц, которым нужно давно пора на пейс, унящить внуков. Они все там сидят, сидят и, как говорится, все понимают, что они там сидят. Поэтому, если люди это изменят по-лучшему, дай бог, ну, хочется верить. Ну, к сожалению, действительно, говори по-другому. Ну, в конечном итоге, вот, допустим, они создают этот список идеальный, действительно создаются, там, известны нам уже будут лица кандидатов, которые предлагают, что вот они могут стать депутатами. И вот дальнейший процесс, как же они могут стать этими депутатами? Вот с точки зрения, опять же, нашего законодательства, насколько я знаю, что у нас это все происходит немного иначе, и это прописано в законе. Да, ну, на сегодняшний день эта инициатива, так, ну, можно, я так, мне кажется, какая-то пиар-акция, да, то есть, можно так сказать, закрытое акциональное общество, которое вот с тех же консультантов, да, они свои, как говорится, консультанты, которые, да, вроде говорят, что это люди достойные, там, ну, общественность их знает, ну, хотелось бы в это верить, ну, чтобы это не получилось, что это будут люди свои, то есть, проект какого-то определенного бизнес-клана, да, который таким образом хочет зайти на политическую арену в местных советах. И, как бы, согласно закону, происходят выборы по партийным спискам и по межилитарным, то есть, люди, четко есть порядок подачи кандидатов, самовыдвиженцев, а также депутатов от партии, поэтому, как они планируют это делать, я не знаю, в законе это неправильно. Давайте зададим этот вопрос, вот у нас сидит сейчас Александр, давайте ему адресуем этот вопрос. А пока это так, ну, инициатива такая общественности, ничего более. Спасибо вам, Дмитрий, благодарю, что были у нас в эфире. Александр, ну, вот, в общем-то, вам вопрос от нашего юриста, как же это будет отображено в конечном итоге в законодательстве? Вот уже найдете вы этих идеальных кандидатов, вы предложите этот список, и что дальше? Александр, мы будем предлагать этих кандидатов, которые мы считаем, что они достойны. Все зависит от того, какой у нас будет избирательная система, этот вопрос постоянно обсуждается, то есть, будут у нас межилитарщики, не будут, будут у нас списки, не будут списки. Мы будем предлагать этих кандидатов, достойных с нашей точки зрения, различным партиям. Мы уверены в том, что партии сейчас переживают определенный кризис идей, кадров, и что они охотно будут людей, которые достойны, приглашать в проходную часть своих списков. А если эти люди достойны, нам абсолютно все равно, от какой партии они пройдут. Мы считаем, если они достойны и профессиональны, их место в городском совете, и они могут работать на благо нашей местной громады, независимо от того, в проходной части какого списка они пройдут. Мне эта суть важна, просто в словах Дмитрия показалась некая такая усталость, но вот хорошо, не более, чем инициатива общественников. Мы обратили внимание, что происходит последний год. У нас определенная есть усталость и пробуксовка институций государственных. Ну, давай с вами. И у нас очень много... Придай, не обговаривайте. Это его мнение. Это его мнение как юриста. Я просто реагирую на это мнение. У нас очень много сейчас за последний год делают именно общественники. И если бы не различные волонтерские инициативы, да, то, что называется гражданское общество. Фактически гражданское общество у нас созрело за последние полтора года. Вот, вызрело. И поэтому говорить о том, что это просто инициатива общественников, это... Ну, мы это еще обговорим, у нас есть еще эфир. Виталий, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, какая может быть уверенность, что за общественниками, за теми людьми, которые являются консультантами, не стоят другие люди, там, например, бизнесмены, политики, те же чиновники или бизнесмены, то есть фактически спонсоры? Я бы опустился на уровень ниже, и вот те люди, консультанты, уважаемые люди, я действительно знаю этих людей, те люди, кого они будут, допустим, предлагать, да, вот Александр напомнил о том, что неизвестно, какая будет система, может быть, мажоритарная. Всем известно, что мажоритарная система, успех этой системы это банальный подкуп избирателей. Это успех, пошел, купил, занесли гречки, и ты уже депутат. А как объяснить кандидату, за которым стоит консультант, уважаемый человек, что это порочная практика, это порочный путь, это действительно большая проблема. Мы, допустим, перенесемся вот в Киев, у нас очень много новых людей в парламенте, за которыми тоже стоят такие, в принципе, большие люди. Это бизнесмены, это олигархи, это цвет нации, который таковым стал в марте-апреле 2014 года, и вот люди новые, да, люди армии, комбаты, они не выдерживают испытания временем. Они в апреле, в мае, в июне, в июле они были на коне, а сейчас такая ситуация, что очень много скандалов, очень много интриг, и есть сомнения о том, что вот новые люди, которые, допустим, будут на местном уровне работать, они могут столкнуться с теми же проблемами, и они должны быть психологически, прежде всего, готовы к таким испытаниям. Что можете на это ответить? Как вы будете психологически хотя бы готовить своих депутатов и бороться вот с этой системой? Анастасия Виталий, знаете, вот вы говорите, у меня в голове одно слово — доверие. Давно, ну, как бы обосновано, доказано, обосновано, что доверие — это то, что толкает общество и помогает ему развиваться. Есть такая потрясающая книга, я не очень люблю бизнес-литературу, но вот есть книга Стивена Ковена-младшего, называется «Скорость доверия», где он убедительно на десятках примеров из мира бизнеса и личных отношений показывает, что доверие — это то, что понижает стоимость, то есть то, что помогает достигать как можно с большей скоростью целей с меньшим количеством вложений. То есть вы хотите сказать, что нам нужно изначально доверять вот тем людям, которые являются консультантами? Нет, нам нужно доверять друг другу. Вот нам нужно научиться доверять друг другу. В чем проблема нашего общества? Смотрите, одним из таких ключевых примеров для нас является Польша. Польша — страна, которая в 90-е годы совершила молниеносный скачок, перейдя вообще на новое качество бытия. И это благодаря реформам первого правительства, реформам Бальцировича, что поляки стонали. Но что им позволило пройти через это испытание? То, что был определенный кредит доверия. Общество к этим людям. У нас 24 года разъедалось доверие к людям. Ну вот откуда мы знаем, будут эти кандидаты достойны или нет? В нас нет доверия. Это то, что прежде всего блокирует нас. Почему тогда вы думаете, что те люди, которые консультанты, что вот к ним есть доверие? Ну, потому что это, я же говорю, что за них голосуют. За них уже кто-то голосовал где-то? Да, конечно. И продолжим. Да, это список, который постоянно пополняется, и люди, консультанты голосуют друг за другом. Обратите, консультанты друг за друга, и почему сразу такой вопрос? Виталий доверяет в обычные люди, но потому что всегда кто-то что-то начинает. Обычные люди – это кто? Миллион людей. Вот почему не начать с опроса граждан? Вот обычный опрос, когда там те же журналисты с опроса гражданом. Из-за того, что общество меняет от 7 до 20% активных людей. В Словакии – это общеевропейские данные. В Словакии те, кто меняет общество, это наиболее низкая активность граждан, 7% наиболее активных людей. Кто-то должен начать. Ну, не знаю, начали мы, мог начать кто угодно. Кто может стать консультантом? Давайте так, вот сможет ли Виталий Хемий стать консультантом? Да, если кто-то его знает, рекомендует, у нас есть журналисты, я уверен, что Виталий в кругу журналистов знают, если эти люди готовы… За него поручиться фактически. Да, то есть тут принцип такой. Но тут принцип один за одного, другой за другого. То есть если в вашем, например, клане есть кто-то, кто меня ненавидит… Нет, не уберите слова, нет, слово клан здесь неуместно. Ну, грубо говоря, клан. Хорошо, вот в вашем, в этом коллективе. Нет, слово клан здесь неуместно. Слово клан имеет абсолютно другое значение. Это просто некие сообщества, да, музыкантов, ученых, Хорошо, в этом сообществе есть человек, который, к примеру, ненавидит Виталия Хемий. Он проголосует против него, но если есть люди, которые считают, что да, их голоса, если Виталий достойный, ну, вот человек, который пользуется кредитом доверия у людей, если он обладает определенной узнаваемостью, ведь, значит, это проект, где люди имеют определенную узнаваемость, за которыми, ну, которые имеют какое-то влияние в своем сообществе и обладают каким-то кредитом доверия. Я могу иметь какие-то претензии к Виталию, условно говоря, да, и проголосовать против, но мой голос против будет перевешен десятками голосов за, которые проголосуют за Виталией. Виталий, а хотел ли бы ты стать консультантом? А то я тебя тут уже так пропиарила. Спасибо, мы после эфира поговорим, мы благодарим. Тем не менее. На самом деле, сам проект, он по себе, конечно, имеет право на существование и может только приветствовать эту инициативу, но вот опять же, название, да, «идеальный список». Слово «идеальный», оно очень, на самом деле, ко многому обязывает. В какой-то момент у нас среди политиков, среди политтехнологов было, извините за грубое слово, затаскано слово «Украина». Какая только у нас Украина в партийных списках не была. Там и такая, и сякая. А на выходе, если не мыльный пузырь получался, то очень большое разочарование. Слово «идеальный», оно как бы вот уже, если вызывает вопросы, оно не вызывает недоверие, оно вызывает вопросы. И перед тем, как, допустим, стать каким-то консультантом, я должен быть на 100% уверен в человеке, который не будет там ходить по дворам подкупать людей, его аудитории целевой не будут при всем уважении бабушки и дедушки, потому что самый простой способ выиграть выборы – это не только купить гречкой, но и собрать во дворе 10-20 бабушек и дедушек, самую активную аудиторию на избирательных участках, это все старое, это все выигрывает, но это уже неинтересно. Мы так никогда не достигнем успехов прогрессивных, это же больше. И поэтому, чтобы мой кандидат, за которого я вручаюсь, я должен быть в нем уверен даже не на 100, а на 250%. Вот только тогда я могу сказать, допустим, идеально, но не полностью идеально. Виталий, я благодарю вам за этот скептихизм относительно слова «идеальный» вызывает вопросы, вы можете их задать прямо сейчас, я постараюсь на них ответить. И я думаю, что это очень важно, потому что нас смотрят телезрители, у которых наверняка вызывает слово «идеальный» вопрос, оно действительно обязывает, оно смещает меня самого. Но какова логика наша? Это идеальный список неидеальных людей. «Люди» всегда несовершенны, нет совершенных людей. Люди потому и люди. Но этот список идеален, как нам кажется, потому что он избирается не по субъективным, да, то есть мы должны понимать, что это список консультантов, которые будут выдвигать тех людей, которые независимо от их, мы очень часто навешиваем ярлыки, да, там, те за красных, те за белых, те за там красную армию, да, такие-сякие. И для нас важна некая человеческая порядочность человека, его профессионализм. Мы не навешиваем ярлыки, а так мы будем рекомендовать громаде, ведь мы же, ну, мы же не продвигаем людей, да, мы не говорим, что вот они войдут. Мы будем предлагать тех людей, которые, с нашей точки зрения, достойны стать депутатами. Мы будем давать им возможность практиковаться в этом, потому что депутатом быть, на самом деле, это общественная нагрузка, это, в общем, достаточно сложная работа, которая, если человек работает, действительно, да, и существующие в уставе города правила позволяют человеку, например, принимать участие там в работе комиссии, да, там, наблюдать за них, подготовить какие-то материалы. Мы будем давать возможность практиковаться людям. И говоря об идеальном списке, нам кажется, что сейчас, здесь и сейчас, в наше время, это идеальный список неидеальных людей. Почему он идеален? Потому что мы пытаемся задавать новые правила игры. То, с чего я начинал говорить, да, что это новая технология. Если в обычном пути, который 24 года существует в Украине, да, либо мы заносим гречку, либо мы заходим и договариваемся с кем-то там патроном той или иной партии, и нас включают в список, мы хотим предложить такой механизм, где гречка и такие договоренности не будут срабатывать, потому что с этой системой по этим правилам бороться невозможно. Мы всегда будем проигрывать. Мы хотим просто задать другие правила игры, другие принципы. Продолжим это обсуждение, будем, опять же, выяснять, как же, на самом деле, будут работать новые кандидаты и депутаты. Сейчас я предлагаю выслушать мнение наших адеситов, что они по этому поводу думают. Мы приготовили опрос на эту тему. Идеальный список. Одесситы будут выбирать в городской совет только тех депутатов, которым реально доверяют. Новый общественный проект «Идеальный список» планирует сформировать ряд будущих кандидатов в депутаты с помощью отбора по большему доверию у населения. Презентуя этот проект, мы создаем некую площадку открытости, доверия, что позволит нам реально изменить правила игры, что реально позволит вовлечь большое количество людей, сделать этот процесс прозрачным и увеличивать доверие к нему. И что нам при меньшем количестве затрат позволит максимально короткие, реалистичные, но короткие сроки достичь изменений, которые мы хотим. Отбор будет проходить в два этапа. Сначала известные общественные деятели, консультанты проекта представляют своих кандидатов, людей, которым они доверяют. Второй шаг – уже выбранные предварительные кандидаты в роли исполняющих обязанности депутатов проявляют все свои навыки в решении городских проблем. По итогам испытаний формируется идеальный список кандидатов депутата городского совета. Такой алгоритм позволит отобрать не только лучших в профессиональном смысле, но и тех, кому больше всего доверяют горожане. Каким образом сейчас отбираются кандидаты в депутаты? Вариантов два. Либо кандидат приходит к руководителю организации партии и с закрытыми дверями проходит его собеседование на тему пригодности к списку. Либо человек приходит на округ и начинает обещать всем, каким он будет хорошим депутатом. Каких-либо объективных критериев, пригоден ли он, профессионально пригоден ли он к такой работе, я не знаю. Публичность кандидатов в депутаты – важный фактор, считают и одесситы. Он должен быть очень порядочным человеком, но это же надо узнать вон поступки, понимаете. А так просто, как мы выбираем, неизвестно кого, фамилия и где он работал, и что. А как мы как человека, как его на порядочность, мы же его не знаем. Честность, профессионализм и порядочность – именно эти качества одесситы считают одними из важнейших для депутата. Между тем, назвать фамилию такого кандидата затрудняются. Для него должно быть, прежде всего, это город, влаживать в него, обустраивать. Вот. А там уже, как он это будет делать, главное, чтобы делал. Порядочность, деловитость, честность. Хотя честность – это разновидность и порядочность. Порядочные люди меня и окружают, другие мне просто не имеют дела. Но, что касается деловаров, вот таких вот, на таком уровне, таких у меня нет. Поэтому рекомендовать я ничего не могу. Организаторы проекта призывают одесситов предлагать кандидатуры своих консультантов, которые будут представлять интересы общества. Предложить своего консультанта для проекта «Идеальный лист» можно до 3 июня на сайте идеаллист.от.юэй. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Одесские общественники создали новый проект под названием «Идеальный список», в рамках которого они ищут идеальных депутатов. Кто же такой идеальный депутат, по мнению наших граждан, вот сейчас мы и узнаем. Здравствуйте, молодые люди. Как вы считаете, кто должен быть вообще депутатом? Депутатом? Думаю, тот человек, который ответственный за все. И каким должен быть идеальный депутат? Какими качествами нынче обладать? Такого не существует. Идеальных депутатов не бывает. Таких не бывает. Таких, наверное, сейчас нет. Мне кажется, в нашей стране невозможно. Умным, образованным, прежде всего, конечно, знающим много иностранных языков. Идеальный депутат должен быть честным человеком. Он должен понимать, что такое право и должен следовать всем правилам, которые есть в государстве, следовать Конституции. Это должен быть патриот Украины, который бы захотел изменить что-то не только для себя и для своих детей, а что-то для города. Вот сказал бы, я уже депутат, я столько достиг, вот я что-то сделаю так, чтобы люди меня помнили. Где искать такого ответственного человека, которого мы можем назвать идеальным депутатом? Ну, не в Горсаде точно, в ресторанах, наверное, надо пошукать. Каких ресторанах, как думаете? В каких? Дешевых или дорогих? Не, ну, надо в папусных, конечно, шукать, наверное. Ну, а если серьезно, если мы говорим об идеальном депутате, значит, соответственно, он должен быть такого же уровня, как и все украинцы. Так, может, подешевле рестораны нужно высматривать? Ларьки шаурмой шукать. Непитаемо острые. Знаете, как зимой в берлоге. Можно искать и в университете, и в учебных заведениях, потому что это люди должны быть высокообразованные, мне кажется. Идеальные депутаты с кухарок. Ой, по-моему, нигде. У нас идеальных президентов нет. Где вы депутата найдете идеального? Если президента нельзя найти в 45-миллионной стране, то где же депутата найти? Может ли общественник стать депутатом? Как вы считаете? Общественник? Общественный депутат. Ну, может, если он получил хорошее образование. Волонтер во власти? Не верю. Человек, который уже пошел в политику, даже если у него были какие-то благие намерения, я боюсь, что он их растеряет по долгу службы. Туда выходят люди, у которых, ну, они лицедеи просто. Играют роли свои, красиво, и все. Кто туда попадает, по-любому ворует. Это однозначно. Они изначально начинают, где взять, сколько там заплатить, чтобы только предвыборную кампанию пройти. То есть, они уже, кто-то, значит, им платит, и они потом должны на него отработать, чтобы попасть. То есть, структуру сначала поменять, а потом уже искать, где их найти. О, вы знаете, это такой сложный вопрос. Ничего не могу сказать. С исключением того, что, конечно, он не должен получать такую зарплату, которую сейчас он себе выбил. Я просто бываю за границей, да, и вижу, как живут там за границей депутаты, на каких машинах они приезжают на работу. И под Радой, скажем так, как у нас Рада, стоят какие автомобили. Там стоят обычные шевралюшки, обычные машины возле Рад, как у нас. А у нас какие стоят? Лексус, Рада. Ну, да, там, это минимум, это минимум. Поэтому они должны, ну, это должны быть, ну, как бы, должны понимать, что это просто работа, твоя работа, очередной этап какой-то. Депутат какой, какой, ну, какой, чтобы выполнял, хоть маленько выполнял то, что хотят работяги. Что я вам могу сказать? Все, извините. Здравствуйте тем, кто к нам присоединился. Вы смотрите лайв-студию у нас на канале, на Думской ТВ, прямом эфире. И сегодня мы обсуждаем «Идеальный список». Это программу, которую предложили общественники в поиске идеального депутата. Я оглашаю своих новых гостей. Дмитрий Кондратьев, активист, Алексей Черный, инициатор создания проекта «Идеальный список». Алексей, вот мнение людей, которых мы сегодня опрашивали. Мы опросили вот буквально 30 человек, которые шли нам навстречу, и те, кто хоть что-то ответили. Практически все, они очень скептически относятся вообще к такому слову, как депутат. Как вы можете, ну, отреагировать на это? И вот если люди, в общем, относятся к слову депутат скептически, то как же можно говорить вообще о такой программе? Как же она будет работать? О каком доверии идет речь? Да, мне, честно говоря, из всех людей, которые выступали, понравилось мнение женщины, которая сказала, что нужно искать там, где есть образованные люди. По крайней мере, чувствовалось, что она хотя бы что-то предлагает. Потому что позиция «все плохо», «все уроды», «голосовать не за кого», нас все равно бросят, нам все должны, как бы и нас обидят. Вот эта проигрышная позиция, если мы будем дальше оставаться с ней работать в Украине, то я думаю, в Украине люди, которые могут управлять этой страной, просто не останутся. Я знаю сейчас очень много людей, которые умные, которые порядочные, которые достаточно хорошо зарабатывают своими мозгами, то есть они или построили бизнес, или работают по контракту, которые ни от кого не зависимы, потому что они в любой момент могут уйти и реализовать себя в любом другом месте. И многие из них серьезно задумываются сейчас над тем, чтобы уехать из страны, потому что они не видят возможности эту страну менять и жить здесь дальше. Жить не потому, что они не зарабатывают. Они хорошо зарабатывают, они могут поехать за рубеж, но у этих людей есть определенные требования к обществу. Они хотят жить достойно. Они не хотят давать взятки для того, чтобы нормально их ребенок мог получить образование. Они не хотят платить в медицинском учреждении, где-то там нелегально. То есть это люди, которые хотят жить и при этом чувствовать себя нормальными людьми, не чувствовать себя людьми, которые постоянно вынуждены так или иначе нарушать закон. Это вы сейчас нам описываете кого? Те, кто входят в группу консультантов или... Часть из этих людей входит в группу консультантов. Я вообще просто говорю о ситуации в стране. О том, что есть очень небольшая группа людей, которые готовы эту страну менять и которые готовы за нее бороться. Или, если они проиграют, они готовы уехать из этой страны. И есть достаточно большая группа людей, которые говорят, «Все пропало, менять нечего и не надо. Давайте-ка продадим свой голос подороже на выборах или условно добьемся депутатов, чтобы они нам пообещали, что они нам сделают новый забор или новый подъезд или новый двор». Я очень симпатизирую людям, которые готовы что-то менять глобально. И очень хочется, чтобы наш проект дал возможность этим людям показать себя и иметь возможность управлять нашим городом. У меня сразу такой шкурный вопрос. К примеру, вот скажем, ваша программа уже запущена. Вы создали список кандидатов в депутаты. Вот, грубо говоря, вот он, мы его видим. Как дальше вы этих кандидатов будете пиарить? Как о них узнают люди, как о них узнают все наши одесситы, если для пиар-компаний, для агитационных компаний необходимы деньги? Вот откуда будут они браться эти деньги? Во-первых, это в сегодняшних условиях для пиар-компаний нужны огромные деньги. Но печатать борт стоит денег. Да, это в сегодняшних условиях стоит больших денег. Я был на многих компаниях в Евросоюзе. Партии, которые управляют миллиардными государствами, проводят очень скромные компании, потому что у них просто нет огромных денег. Там депутаты ходят сами, условно, с табличками. И они не закупают себе вот так вот бигборды и не заказывают джинсу по телевидению. А что будет у нас? А у нас мы предложим новые правила игры. Мы не готовы играть по тем правилам, которые навязаны сегодня. Что та партия, у которой есть деньги, та партия и выигрывает на выборах. Любая сила, которая попробует играть по этим правилам, проиграет. Потому что она вынуждена будет брать условно в долг деньги, чтобы зайти во власть. И потом отдавать эти деньги тем, кто в них вложил, тем, кто в них инвестировал. Мы предлагаем другой принцип. Принцип доверия. То есть мы будем формировать список людей, за которых готовы поручиться люди, у которых уже есть определенное доверие в разных кругах, и они его им передадут. Мы предложим вообще другую систему, фактически из другого измерения. То есть это не будет обычный подход. Поэтому сюда не надо будет много денег. И мы надеемся привлечь много волонтеров. Сей звонок от нашего телезрителя. Так, здравствуйте. Вы в эфире. Небольшие технические неполадки. Итак, услышим ли мы его? Буквально секундочку, обещаю. Я просто взял паузу. Чтобы обдумать свой вопрос. Чтобы мы серьезнее отнеслись к вопросу. Это правильный подход. Итак, есть ли у нас телезритель? Телезрителя есть звонок? Телезрителя пока что нет. К сожалению, наш телефонный звонок сорвался. Дмитрий, да. Конечно, нас смотрят. Люди голосуют. Уже мы все видим. Моя мама и моя супруга так точно смотрят. Вот. Как минимум уже есть несколько зрителей. Дмитрий, вот я все-таки продолжу то, о чем мы говорили с Алексеем. Во-первых, ваше отношение к этому проекту идеальный список. Я бы, может быть, прежде чем ответить на вопрос, мне так озвучить свое отношение к этому проекту, хотел бы попытаться ответить на тот вопрос, который вы задали Алексею. Да, вот люди разочарованы. Люди не верят. Люди считают, что депутаты – это все сплошь да рядом негодяи. Знаете, я в этой связи хочу сказать, что есть такое слово «репутация». И то, что мы сейчас имеем в обществе, это является итогом всего того, что происходило в политической, общественной жизни города, страны многие-многие десятилетия. И вот Алексей, наверное, говорит, что мы работаем на какую-то особую аудиторию там сверхграмотных, сверхумных, сверхпродвинутых. Я бы здесь, наверное, позволил бы себе не сильно согласиться. Люди, которые должны пройти на городской совет, должны работать для всех одесситов, для всей Одессы. И вот это вот мнение, которое сложилось у людей, потом, кровью, работой на благо города, они должны доказывать, что они туда пришли с другими целями. И сделать так, чтобы люди начали верить им. Это сложный процесс. Он непростой, но этим нужно заниматься. Теперь к моему отношению по поводу проекта Алексея. Мне крайне импонирует Алексей и та политическая сила, которую он представляет в Одессе. И судя по формату вашей передачи, я вроде бы здесь должен выступать оппонентом. Ну, скорее всего, наверное, формат предусматривает именно это. Так вот, я скажу так, что я буду выступать очень-очень мягким оппонентом. Потому что, наверное, у меня будет возможность перечислить все эти недостатки, может быть, откровенные ляпы, может быть, какие-то ошибки в проекте. Но я придерживаюсь той точки зрения, что политики малых дел. Надо что-то делать. И пускай лучше Алексей со своей командой, с людьми, которые ему там доверяют, занимаются. Наша задача не просто критиковать. Зачем нам нуждалось что-то? Не просто сделать критику и сказать, что ваш проект плохой, все, не участвуйте в него. В таком случае мы ничего не поменяли. Абсолютно правильно. Какие вы считаете глобальные ляпы? Вот вы их назвали ляпами. Какие вы считаете глобальные? К ляпам я еще подойду и скажу. Я бы сказал бы про основной, с моей точки зрения. Я вас привыкну. У нас есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Итак, здравствуйте. Мы вас хотим уже услышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, вопрос к вам. Как можно доверять общественникам, если они тоже так называемые чьи-то люди? Вот кто за вами стоит? Горит! Признайтесь. Спасибо вам за ваш вопрос, Алексей. За мной стоят люди примерно такого же возраста, как я. Если вас интересует лидер нашей партии, то ему на один год больше, чем мне. Человек, который вышел из студенческого самоуправления, прошел две революции. Кстати, в пятницу будет в городе, можете пообщаться. За нами не стоит никаких глобальных каких-то сил или каких-то темных, темных сущностей. Я думаю, это видно и по нашей деятельности, и по нашим бюджетам, скажем, по нашей работе. Мы работаем в городе с 2006 года. Я думаю, что именно вот эта работа, которая, я считаю, достаточно честная была. Может, неправильно о себе так говорить, но мы старались сделать все, что мы делали, делать хорошо. Я думаю, что именно это позволило нам привлечь такую большую команду очень порядочных людей в проект. Какой вы видите, а почему вас связывают с именем Гурвица? Я так понимаю, человек не связывает меня с именем Гурвица, он просто спросил, кто за мной стоит. Это вот первое, что спрашивают. То есть наши люди привыкли, что если появляется... Первый, кто может стоять за спиной, это Гурвиц? Это он, к примеру. Он мог спросить, там, Гурвиц, Кивалов, Труханов, не знаю, Порошенко, Левочкин, кто там... Вы нам сейчас в эфире говорите, что за вами не стоят политические силы вроде Гурвица, Труханова и кого еще? Никого. За нами... Никого. Это политический альянс, за который стоят люди в разных городах нашей страны. В основном это люди молодые, средний возраст партийца 33 года. За нами стоят как бы некоторые люди, которые поддерживают... Бизнесмены есть? В команде консультантов есть бизнесмены, но я бы не сказал, что их влияние на проект какое-то чрезмерное. У них такое же влияние на проект, как у всех других консультантов. Причем это не просто бизнесмены, это люди из социально ответственного бизнеса. Это люди, которые являются одновременно меценатами, которые поддерживали многие социальные проекты в этом городе. Причем социальные проекты направлены на изменение правил игры, на образование молодежи. То есть это люди, с которыми приятно иметь дело, вне зависимости от того, бизнесмены они или нет. То есть если бы они не были бизнесменами, а просто делали только свою социальную работу, они бы все равно были в проекте. Мы бы их пригласили. Дмитрий, мы вас грубо перебили звонком телезрителя, но нам он очень важен. Мы все-таки возвращаемся... Вот вы говорили, что есть какие-то критические замечания, которые необходимо все же высказать для того, чтобы, возможно, их исправить. Сразу хочу сказать, что очень сожалею, что у меня присутствует хронометраж у нас, как у шахматистов, во время... Нет, у нас присутствует хронометраж, минут 10-12 у нас осталось, не больше. Я не знаю, насколько я сумею догнать Алексея в плане эфирного времени. Но и тем не менее, я все-таки попытаюсь сформулировать свои личные мысли. Я не могу быть судьей. И вот вопрос судейства о суде, кто меня и смущает в данной всей идее. Вообще идея условного праймериса, нахождение тех людей, которые будут достойны, порядочно, чисты перед собой, перед совестью, перед Богом, перед страной, перед людьми, это здоровская идея. Но, как и в любом другом проекте, который растет из времен СССР, наверное, вот этот элемент управляемой демократии, когда предполагается какой-то конгломерат людей, консультантов, назовите их, да, то есть тех, кто будут судить. Насколько, вы представляете, если бы в Соединенных Штатах Америки избрали бы 50 человек, которые бы выбирали из списка кандидатов в президент и страна, мы 50 человек принимаем решение за всю страну, да, а из того списка, что мы утвердим, да, вы давайте вперед. Есть вопросы, есть вопросы, но еще раз подчеркну, не ошибается тот, кто не делает. Я в свое время сам был инициатором вместе с коллегами идеи проведения выборов альтернативного городского совета, среди которого могло бы расти вот то поколение нынешних депутатов, кандидатов в депутаты, да, которое бы, которое бы смогло бы баллотироваться на нынешних выборах. К сожалению, в какой-то момент не было поддержано, поэтому я еще раз подчеркну, Алексей молодец. Алексей сумел поднять вот эту вот идею, да, на уровень общественного резонанса. Так, 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 мы хвальбу заканчиваем. Хвальбу, я хвальбу и не говорю, я просто реально констатирую. Поэтому не ошибается, кто не делает. Итак, самый главный для меня вопрос, судьи кто? Я могу сейчас дальше пойти под сам поляпом, если вы мне позволите, или же... Ну, давайте вкратце. Да, давайте, давайте вкратце. У вас они уже подготовлены, да? Да, что вы, да. Я же говорю, там большая аудитория, которая смотрит в виде мамы и моей супруги, часто спрашивает, а что я пишу в смс? Да, какие смс пишу в телефоне, но я как человек, не очень имеющий богатый опыт общения на телевидении, да, я просто в телефоне записываю некоторые тезисы, которые для меня важны. Так вот, у Алексея есть такой тезис, что мы будем искать тех богатых людей, которые сейчас занимаются бизнесом, да, и из них просить дело депутатами. Нет, нет, нет. Я бы его сформулировал, знаете, поправьте меня потом, да, я бы сформулировал вот так, нету мэрса, нету места. Да, вот у меня получается. Почти рифма, да. Да, почти рифма. Это неправильно, может быть, вы меня это потом поправите, если ошибаюсь. Дело в том, что люди, занимающиеся бизнесами, уже находились у роли и государства, это господин и Ахметов, и Фиктош, и Левочкин, и можно продолжать списки, да, многократно. Стало ли от этого в стране лучше? Да нет, не стало. Я знаю огромное количество бизнесменов, которые в правилах игры, да, являются сговоры, договорники с властью, да. Являются эти бизнесмены для меня, либо для города теми людьми, которые смогут изменить эту жизнь? Да нет, вряд ли. Но я знаю огромное количество людей, у которых нету мерседесов, у которых нету огромных каких-то доходов, но есть, опять же, пламенная душа, есть открытое сердце горячее, да, есть холодный разум, которые смогли бы с честью отстаивать интересы. Вы этих людей видели вот в списке людей, которые будут судьями, фактически? Поймите, опять же, дело в том, что те люди, которые будут судьями, да, это по плану проекта, по плану проекта, они являются исключительно консультантами и не имеют права баллотироваться. Да, среди людей, которые являются консультантами, я вижу огромное количество людей, которым доверяю я лично и, надеюсь, им будут доверять и другие люди. Но среди этих же людей есть и фамилии, которые вызывают у меня крайнее удивление. И насколько возможно, что человек или там идеальный, ну, кандидат, утвержденный этими людьми, да, еще попросит войти в какую-то партию. А может быть, я буду в этой партии, а я категорически не согласен с мнением того человека, которого поддержал, ну, в моем точке зрения, негодяй, находящийся среди консультантов. Есть вопросы. Доверить, понимаете, опять же, попытка забрать у людей право выбирать самим, да, и назначить какой-то там верховный орган по определению, кто достоин, кто не достоин, вот здесь, что меня очень сильно смущает. Доверьтесь людям. Давайте сделаем открытый праздник. Супер нравится идея. Прозрачность депутатов. Выступление их на эфирах, возможность помочь им. Какой-то финансовый сбор средств, да, аккумуляция средств для того, чтобы выйти единым списком единофронтов. Но, ребятки, давайте уберем тот фильтр, да. Я еще раз говорю, я, если вдруг меня все-таки кто-то из моих коллег доверит занести в данный список, конечно, буду участвовать. Конечно, мне это будет интересно. И, может быть, в мое сегодняшнее выступление даже заглавлю так, как мое намерение баллотироваться в депутаты городского совета. То есть вы не судье хотите быть? Ну что вы, я вообще не судья. Уж точно, это не моя епархия, да, судить кого-то, да. Уж да, это Бог, не судимым быть и в жизни, и дальше. Так вот, но претендовать на роль кандидата в депутаты, да, конечно, я с удовольствием буду и готов, и буду доказывать. Является ли данный проект для меня основой того, что будет во время голосования одесситов 25 октября? Скорее всего, нет. Но я обязательно буду в нем участвовать. И я прошу тех людей, которые готовы его поддержать, которые готовы в нем участвовать, не отказываться от той идеи, от той возможности, которой, спасибо Алексею, продвигает ее. Алексей, что вы можете ответить на речь? Я хочу сказать, что давайте откажемся от формулировки идеи Алексея. Это идея всей команды. Более того, кроме Демальянса, уже привлечено огромное количество консультантов, без которых мы бы не смогли, во-первых, собрать эту группу. Кстати, если можно, уже тогда две минуты механизма избрания консультантов. Механизм называется кристаллизация. Мы предложили только первых четыре консультанта. Дальше консультанты голосовали по четырем критериям. Они голосовали за людей, которые соответствуют четырем пунктам. Первое. Люди, у которых есть определенный социальный капитал в городе, то есть кого знают, хотя бы в какой-то группе. Люди, которые знают Одессу, знают одесситов, тоже хотя бы какую-то часть социально активных одесситов. Это люди, которые достаточно жесткие для того, чтобы сказать «нет», то есть чтобы они не были мягкими, нельзя было позвонить и сказать, знаешь, там есть человечек, надо за него проголосовать. Это люди, которые скажут «нет» кому угодно, если этот человек будет несоответствовать. Человек должен быть абсолютно порядочный. Вот четыре основных критерия. Четыре основных критерия, по которым кого выбирали? Выбирали консультантов. Мы пока говорим только, кого вы сранили. Смотрите, тут даже вопрос, я наверное... И группа расширялась постепенно. То есть сначала было четыре человека, потом девять, потом шестнадцать, потом двадцать, три, сейчас тридцать с копейками. Алексей, я немного переформулирую то, что говорил Дмитрий. И каждый голосует. Задам вопрос на основе того, что говорил Дмитрий. Группа определяет сама, кто будет в ней дальше. На основе доверия, в первую очередь. Фактически вот те консультанты, которые вот сейчас уже выбраны, да, которые считаются уважаемыми одесситами, они лишены права быть самостоятельными кандидатами в депутаты. Они не лишены права. То есть они могут стать кандидатами в депутатах? В любой момент, если консультант принимает решение, что он будет баллотироваться, он хочет принять участие, он снимает с себя обязанности консультанта и становится участником. Вообще идеально проект задумался таким образом, что мы найдем вот этих совесть города, вот этих порядочных людей и убедим их стать всех депутатами. Посмотрите, а вот Дмитрий говорит, что там есть в этом списке совестных людей. Можно я договорю все-таки, вы меня прорвали в середине моего предложения, я так не умею говорить. У нас очень мало времени. Да я понимаю, но я все-таки закончу. Мы думали, что мы соберем вот этих людей, узнаваемых, убедим их стать депутатами. И у каждого из них, практически у каждого находится причина, почему он не пойдет. У кого-то работа, у кого-то дети, у кого-то возраст. Так разве это не считается, что они, ту ответственность, которую на них возложили, они ее перекладывают на кого-то другого? В определенной степени да, перекладывают. Но надо понимать, что это люди, у которых есть своя жизнь, есть свои проекты, очень важные социальные проекты. И если они станут депутатами, это значит, что они должны оборвать свои социальные связи условно, то, за что они уже несут ответственность, и сказать, все, на пять лет, это наш крест, пять лет я депутат. Пять лет я в основном буду заниматься этим. Поэтому многие из этих людей не могут. Я очень еще надеюсь, что мы сможем убедить какое-то количество хотя бы тех людей, которые сегодня в статусе консультанта, стать участниками. Но сначала, как бы, прежде чем это произойдет, мы привлекаем всех людей для того, чтобы посмотреть, может быть, там и без нас найдется очень много порядочных людей, и наша ответственность будет в том, чтобы им помочь. Давайте так, я немножко... Потому что цель проекта, чтобы найти, во-первых, новых людей. Подведу итог, сколько времени вы будете искать этих новых людей? Значит, до 25 июня будет объявлен список участников. То есть до 25 числа можно предлагать участников проекта. В частности, любой Одессит может предложить любого участника проекта через сайт Idealist.ua. Там есть специальная вкладочка Idealist.ua. От слова Одесса Idealist.ua. Есть вкладочка «Запропонуваты участника». Там Google Forma, и там можете предложить участника. Можно предложить консультанта, можно предложить кандидатов в депутаты, можно предложить членов комитета, можно предложить социально ответственный бизнес, который может помочь ресурсам. А в дальнейшем сколько времени на весь этот проект уйдет? У вас времени уже посчитывали? Проект до выборов, до 25 октября. То есть наша задача найти людей, посмотреть, насколько они могут быть хорошими депутатами в реальных условиях. То есть они реально будут ходить в горсовет, реально анализировать проекты решений, предлагать свои. И 25 числа финал этого будет выбор. Мы будем следить за тем, как будет развиваться ваш проект, кого, каких лиц в конечном итоге мы увидим в списке кандидатов в депутаты. Ну, в любом случае, это интересно. Мы проводили сегодня интерактивный опрос, спрашивали одесситов, нужны ли нам новые депутаты. В принципе, очень равносильно. 36 процентов, которые нам позвонили, сказали, что да, это хорошо, это новая кровь. И 37 процентов проголосовали, а что делать со старыми. Ну, это о чем говорит? О том, что есть люди, которые все-таки довольны и нынешней системой, и нынешним способом избирания кандидатов в депутаты. Ну, вот одесситы наши в данном случае поделились 50-50, 50 на 50. Может, люди с юмором, они просто имеют в виду, каким образом утилизировать старые депутаты? Ну, одессит, они всегда с юмором. Что делать? Расстрелять, повесить, выгнать? Ну, возможно. Это будет уже наш следующий опрос. Я благодарю своих гостей. Все? Да, к сожалению, все, у нас уже время истекает. Благодарю своих гостей за то, что были у нас в эфире. Спасибо. До следующей встречи в четверг.